Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Разворот. Меня зовут Вадим Родионов и сегодня у меня в гостях политолог Анди Скудерс. Здравствуйте. Добрый день. Ну и говорить мы сегодня будем о разном, но в первую очередь, конечно, о том, что происходит в Республике Беларусь. На ваш взгляд, устоит Лукашенко? Хороший вопрос. В среднем времени не устоит. Может быть, краткосрочно, может быть, устоит. Ну вот он говорит о том, что живым я вам не сдамся и что только через мой труп. И вообще вот эта риторика, связанная со смертью, некоторые политологи оценивают ее как некий сигнал, что биться будет он жестко и до конца. Да, я думаю, даже до этого, даже до этой речи, когда он действительно сказал перед рабочими такие слова, я думаю, такое отношение у него было все время. Начиная с 1994-1995 года, я помню одну его цитату, когда он говорил, что от Ленина мы учились, что власть нужно держать не трешащимися руками. Я думаю, так он подходил к самой идее власти и к тому, что он как президент может и должен делать. Политическая культура, это чуть-чуть из теории, это означает то, что люди думают о том, простые люди, что политики должны и могут делать, и что сами политики думают о том, что они могут и должны делать. И я думаю, его такая идея власти была, что ну все, получил власть, держись, держи и никому не отдавай. И его сын старший, который занимается госбезопасностью, тоже на посту, это не совсем монархия, но идея ведь такая, что можно положиться на семью и на особ приближенных. Ну так он и делал, люди ведь пропадали тоже, в конце 99-й, кажется, был год, самые яркие оппоненты просто пропадали. И мы не знаем, что случилось, ведь не было расследования, насколько я помню, он сам остановил, и суда не было, мы не знаем. Но я думаю, это не сюрприз, что он так говорит, это жаль, что так, потому что это может привести к кровополитию, он уже кровь пролилась, но может быть еще больше, к сожалению. Но на ваш взгляд, все-таки, вот что пошло не так в концепции Лукашенко, потому что 26 лет он был у власти, но до сих пор находится у власти, хотя здесь уже, конечно, вопрос легитимности поднимается, и, казалось бы, все знают, что есть фальсификации, ну и, по крайней мере, об этом говорили все время, что пропадают оппоненты, что нарушаются права человека. И в эти выборы, в общем-то, многие политологи тоже считали, ну да, будут некоторые возмущения, он их задавит, и дальше все пойдет по накатанной. Что пошло не так? Почему сработал другой механизм? Да, я думаю, нет одного отдельного фактора, как всегда, в политике, вообще в целом истории, обычно несколько факторов. Я думаю, один важный фактор, это 2014 год, аннексия Крыма. То есть, это все-таки некий мостик оттуда идет? Я думаю, да, потому что то, что случилось потом, в 2015 году, Москва хотела, чтобы в Беларуси была военная авиационная база. Лукашенко сказал нет. Георгиевская ленточка пропала после 2014 года. Почему? Потому что это не просто Георгиевская ленточка, символы важны в политике, национальная идентичность и так далее. Это какие-то критические моменты может повлиять. В 2014 году, 18 марта, мы помним, в Кремлевском зале, Путин и другие там политики. Не помню, у Путина была ленточка, но у многих была Георгиевская ленточка. Это не просто символ, это идея. В Казахстане, в Беларуси после этого началась такая тревожность. Даже самые ближайшие партнеры России по СНГ и по интеграционным проектам на фоне СНГ, Евразийский экономический союз и так далее, даже они и ОТКБ, Организация Догрова коллективной безопасности, в которую ходит Беларусь тоже, даже они стали нервничать. В 2015-2016 году, это был период, когда Лукашенко начинал говорить, что нет, Беларусь это не русский мир. И начиналась такая софт-беларусизация. Но было поздно уже. То, что беларусский язык был оставлен самим Лукашенко на такую маргинальную позицию, в 90-х годах еще могли. Это, конечно, уже шло с советского периода. Беларусский язык постепенно уходил и центральную роль терял в Беларуси. И я не думаю, что это было как бы в 90-х суперспециально, но удобно. Многие знали русское и так. И по нерции, и советского периода. И Лукашенко тогда ничего не делал, чтобы сделать такой-то другой тренд. В 2015-2016 году, я думаю, он увидел, что нет одного хорошего фактора для обеспечения безопасности. Потому что безопасность — это все, все сферы. Идентичность в том числе, особенно если рядом сосед с какими-то тенденциями доминирования, тогда фактор различной идентичности может сработать. Это не главный фактор, но один из может сработать. Насчет базы Лукашенко сказал нет. И начал говорить большими буквами. Насчет влияния Кремля начинал все чаще говорить о суверенитете государства. Я вижу, что это началось после 2014 года. То есть он испугался тогда? Я думаю, в какой-то мере, скорее всего. Потому что от переполненного сердца уста говорят. Я думаю, Лукашенко часто уже говорил перед выборами, он говорил что-то позитивное в сторону Европейского Союза и что-то негативное в сторону Кремля. Как только выборы прошли, он обычно опять говорил, вот мы там, давайте вспомним, что мы во время Великой Отечественной были в одних окопах, мы едины с россиянами. И когда был такой процесс переговоров по ценам на энергоресурсы, когда надо было, грубо говоря, деньги получить из России, или списать какое-то долго, или что-то подобное, на газы и так далее, тогда в этом процессе Лукашенко поднимал свою значимость, обращаясь к Западу тоже, и не символически, а демонстративно искал места, откуда нефть там закупить, в Венесуэлу и так далее. Но это скорее было ведь показательно. Частично показательно, потому что центр гравитации, экономической гравитации в Беларуси, он все-таки в сторону России, потому что примерно половина всей внешней торговли Беларуси идет с Россией. Ни одной постсоветской страны такой процентальной составляющей нету, ни одной. И офицеры Беларусской армии учились в вузах российских оружия, все, что связано с военной промышленностью, они покупают, ну не все, но, наверное, большинство из России и так далее. Я уже не говорю о энергоресурсах, о нефтепереработке, которая была очень важна для беларусского рынка. В смысле, разговоров было больше со стороны Лукашенко, маневров настоящего, нет, это маневр был больше в речи, да? Мы говорили же о том, что Лукашенко заигрывает с Западом, когда нужно показать Путину, но, тем не менее, он никогда не станет для Запада своим, потому что, как бы к нему ни относились, он все равно воспринимается как последний или предпоследний диктатор Европы. Здесь уже вопрос трактовки. Вот именно. И той крюк, за который Кремль держал Беларусь, и Лукашенко была власть, авторитарная власть, которая не могла, о Беларуси, которая не могла существовать без субсидий российских. Чистые улицы Минска, это частично, потому что Россия своим финансами помогала и поддерживала этот режим. Интерес российской власти, конечно, военно-стратегический. Буфер-зона, Гансевича и Виллэйка, как один локатор, один радиоузел для подводных лодок в Атлантическом океане, еще, может быть, других. Военно-стратегический интерес кремлевский ясен, понятен. Там станция раннего обнаружения как раз находится. Да. И, насколько я знаю, они в следующем году должны эти договора продлить. Я думаю, там шутки сплохи в этом смысле с Кремлем. Мы видим, что было, я не говорю, что единственный фактор аннексии Крыма была Северно-Стопольская база военная, морская. Но один из факторов, это, я думаю, был точно. Потому что военно-стратегическое мышление такое, где наши границы, где наша граница обороны, ОДКБ. И они хотят, конечно, в таком нынешнем понятии войны, это уже не так важно, честно говоря. Потому что авиация и так далее, границы уже не так, география не так сильно влияет. Но все-таки это один из факторов. И Кремль, я думаю, еще один фактор. У России сейчас экономика не в самом лучшем состоянии. И поддерживать режим Лукашенко, а для Лукашенко тоже нужда. Да, им нужно больше, но Кремль не может дать больше. Крым тоже стоит чего-то поддерживать. То есть Кремль перестал платить? Ну, не полностью перестал, но он не может дать больше. Я так понимаю, что Лукашенко нужно больше. Потому что, ну как, все должно расти. Если долгое время стагнация, это для народа обычное ощущение, что идет вниз. Потому что цены чуть-чуть растут. И когда Лукашенко сейчас обращался уже в предыдущие годы, там, 18-19-е, ну давайте там, нам цены на энергоносители, такие, как у вас внутри России, тогда с кремлевской стороны, ну давай тогда интегрироваться. Но это был такой вежливый вариант сказать, что нет, мы не можем дать. Или не хотим, и не можем. В принципе, они готовы, я думаю, платить, но просто нету возможности экономики, спад цены на нефть. Сама Россия потеряла на этом, серьезно. Где еще там поддерживать, да, сателлит Беларусь? И, ну-ка, а Лукашенко не хочет отдавать власть, потому что, как мы вначале говорили, его идея власти, ну давай не трещащимся руками. Ну тогда он получает такой узкий коридор, которому может, маневр небольшой совсем. Как вы правильно заметили, если Лукашенко пойдет за помощью, там, в Международный валютный фонд, или как правильно по-русски, и Европейская комиссия за финансовую помощь ему не дадут, потому что, ну, авторитаризм не в моде. Мода растет на авторитаризм, но еще не там, да. Здесь еще есть интересный момент, потому что многие политологи, с которыми я разговаривал, российские, белорусские, они считают, что Путину был выгоден ослабленный Лукашенко. И, в общем-то, Россия играла на то, чтобы снизить его, ну, авторитет, наверное, сложно, его власть для того, чтобы показать, что, ну вот, смотри, ты не можешь уже многого. И, соответственно, Кремль как раз был заинтересован в том, чтобы его как-то немножко приземлить, и потом уже им манипулировать легче. Скорее всего, да. Потому что, да, слабый Лукашенко, он выгоден, он выгоден Кремлю, потому что ему некуда идти. Ни Вашингтон, ни Брюссель, ни другие города, Берлин и так далее. Но его не слишком сильно ослабили, вот как считаете? Потому что такое развитие событий, как, опять же, говорят политологи, не ожидали даже в Кремле. Он был близко уже улучшению с западом в отношениях Вашингтона, поворот Вашингтона от такой нормативной внешней политики. Нормативное, значит, требование улучшения демократических процессов, о соблюдении прав человека и так далее. Там посол, что даже Америка должен был появиться. Да, они ведь... Разморозка там пошла, оттепление, оттепель точно была, да, и то, что там политика Помпео и так далее. Это в целом фактор Трампа тоже. Потому что для Трампа нормативность внешней политики не интересует. Он, когда говорил и в предвыборном периоде, он слово «демократия», я не знаю, он использовал его или вообще не использовал. Потому что это не тема особенная для него. И поэтому для Трампа было легче менять что-то внешней политики Соединенных Штатов, потому что не так важно, это демократическая страна или нет. И я думаю, Лукашенко дошел до такого нормального положения уже на Западе. Уже говорили в Латвии о визите Лукашенко здесь. Ну, Карич его приглашал. Да, и это уже все приближалось. Но это было частично связано с желанием Лукашенко от виртуального маневра дойти до настоящего маневра, когда у него точно есть какой-то выбор. Я думаю, он еще не был там, но он приближался к этой позиции. В Кремле это, конечно, не могут принять. Я думаю, для Кремля тоже демократическая Беларусь неудобна. Для нее, да, удобен слабый Лукашенко, к которому некуда идти. Он тогда может прийти, но тогда помощь будет что-то, чего-то стоить в Беларуси. Мы не знаем, чего. Что потребовал Путин у него, когда они там по телефону говорили или не говорили. Наверное, говорили, там были разные версии. Но что он потребовал, да, мы пока не знаем. Мы это, я думаю, скоро увидим. Потому что просто так ничего. И что важно, я думаю, Москва, в смысле, как официальная Москва, Кремль, просто так не отдаст, как они считают, своей территорией Западу. Им мерещится такая стратегическая война. Но не было стратегии у Запада, у Европейского Союза по захвату Беларуси. Если бы был бы, Россия бы проиграла. Даже по влиянию на Украину особенно не было. Был бюрократический подход внешней политики Европейского Союза. А Россия играла как стратегический. Не всегда сильно, но все-таки без нормативной составляющей. Просто закупала, я не знаю, в Беларуси, в Беларускали, купила. Не Беларускали, простите, а Белотрансгаз. Сперва 50% потребовали в Беларуси, отдали при одной экономической проблеме. Потом другие 50%, 100% уже в руках России. Она стратегически такие точки получала, пока Европейский Союз просто говорил о демократии и правах человека. И это не влияло, что этот режим стал более демократичный из-за критики. Но нет, из-за этого Латвия шла официальная, более такой прагматичный курс. Нам интересен транзит был белорусский, но сейчас ситуация поменялась. Если сами белорусы сказали, нет, мы не хотим его больше. Здесь интересно посмотреть, если мы оцениваем поведение Латвии. Мне было интересно наблюдать за тем, как реагировал наш МИД, потому что была некоторая растерянность. После того, как стали происходить вот эти процессы, после избиений, реакция последовала далеко не сразу. И мы ведь помним, что должностные лица Латвии встречались с должностными лицами Беларуси даже в период санкций со стороны ЕС. Тайна, на границе потом эта информация утекала. И для Латвии Беларусь всегда оставалась такой страной, на некоторый процесс, в которой, как мне кажется, мы смотрели сквозь пальцы. И поездка к Лукашенко, о котором многие все знали или, по крайней мере, понимали, или догадывались в лучшем случае, все равно Каренша не остановила. Он поехал и подарил ему футболку, там, Лукашенко номер один. Ну, вот как наша политика все-таки, как вы ее оцениваете? Пауза, сейчас момент кризиса, она была связана, да, предыдущая политика. Соединенные Штаты в период 90-91 года тоже не спешили, например, с признанием независимости стран, которые заявляли тогда при параде независимости, да, Литва и потом другие страны. Почему? Потому что идея тогдашней верхушки Соединенных Штатов политической была, что они хотят Советский Союз, но демократичный Советский Союз, а не развал. Поэтому была пауза. Другие страны, независимость Латвии, сперва там Исландия и Дания первые страны, что признали. Потом там был один за другим. И только потом, эти паузы обычно показывают что-то. Ну, сперва большие игроки, конечно, они вообще не бегут впереди поезда, да, они смотрят глобально, потому что интересы глобальные, Катерина и Штатов. Но тут и латвийская пауза, да, она была тоже связана с тем, что идея Латвии, что нормативная политика Брюсселя не дает плоды. Ну, и тогда нечего кричать. Ну, давай тогда лучше делать engagement, как сотрудничество между собой на разном уровне. И он не был суперактивным, там, на уровне люди-люди, как по-английски говорят, публичная дипломатия, people-to-people контакт. Это не было очень активным. Но могло бы быть, и это, я думаю, пошло бы по нарастающей. Вы не согласны с тем, что все-таки Латвия, ну, официальная Рига, закрывала глаза на многие вещи, потому что это было выгодно? Ну, скажем так, мы догадывались, что там есть проблемы с правами человека, с выборами, с какими-то там репрессиями в отношении политических оппонентов. Но у нас может получиться чемпионат мира по хоккею, мы можем транзит, и мы закроем глаза на эти вещи, поедем к Арринжу. Ведь визит к Арринжу – это легитимизация режима, то есть мы признаем, что Лукашенко не тиран, не авторитарный лидер, мы готовы с ним на равных разговаривать. В какой-то мере, да. Но слово там выгодно, я думаю, для Латвии выгодно торговля, да, там 20% транзита, который идет через Латвию. Не внешняя торговля, а транзит, потому что там на двухстороннем уровне у нас с Беларусью торговля там где-то полтора процента, да, не так большая цифра. Но транзит существенная часть, да, примерно 20% через Латвию. Но, да, интерес, но выгодно для Латвии оба варианта. Демократическая Беларусь для нас в целом более выгодная. Если Беларусь в будущем будет страна, независимая от влияния Москвы, ну влияние будет, но, скажем так, от контроля Москвы, влияние на соседей будет положительное никакое, но от контроля. Для нас это еще лучше. Сейчас, я помню, я был, я не знаю, год назад или сколько, в Беларуси, мы ехали на машине там через границу, ну было полное так понимание, ты приезжаешь, понимаешь, да, вот это граница НАТО, Европейского Союза и другой стороны, это ОДКБ. Ну сразу все чувствуется. Два блока. Да, да, это не то, что по Европе, да, отношение хорошее, но все равно ты понимаешь, ты приехал в другую систему. И в целом нормативная политика, нормативная, значит, с призывом к демократии, к правам человека, она все-таки для нас, как для соседей, она в какой-то мере и прагматичная. Почему? Потому что если соседняя сторона демократичная, если там власть закона работает, если там работает рынок, а не начальство, потому что там, где начальство, там коррупция. Там, где рынок, там коррупции может быть меньше, она тоже может быть, но все-таки будет меньше. И в этом смысле для нас оба варианта выгодны. Я даже сказал бы, выгоднее демократическая страна, было бы больше контактов, было бы больше туризма и так далее, чем сейчас. Я не так особенно много машин видел с белорусскими номерами здесь, в Латвии. Их бы было больше, если Беларусь была больше открытая. Хотя они ездят по Европе много, они визы там получают, там статистика у них хорошая. Ну вот интересно, что опять же, рассматривая то, что может случиться после ухода Лукашенко, многие приходят к выводу, что будет пророссийский кандидат Бабарик, например, который является абсолютно пророссийским, российским даже топ-менеджером одной из Газпрома, если я не ошибаюсь. И, соответственно, поменяется только фигура, но тем не менее влияние контроля России останется. Да, Белгаз, Промбанк. Да, Бабарико, в этом смысле, да, Лукашенко на него первого показал. Мы его сразу посадили. Да, кто может быть тут пророссийским кандидатом, для Лукашенко было ясно, вот Бабарико. Поэтому и последствия. Я о чем думаю? О том, что люди, которые не хотят авторитарный режим, они уходят. Я сейчас говорю о гражданском обществе белорусском. Они что захотят, чтобы был другой авторитарный властитель Путин для них? Я сомневаюсь. Просто люди, которые начинают там этнические вышиванки надевать не так много, как в Украине, и почувствовали вкус свободы. Этнография не так важна, я ее обменьшу, Беларусь, потому что нет, как в Украине, такой этнической линии. Ее почти нет. Большинство белорусов говорят по-русски. Ну да, это официально. В этом смысле нет той линии раскола, как между Украиной и Россией. Ну и Беларусь достаточно сильны пророссийские настроения в обществе, оказывается. Ну вопрос, да, в этом смысле да, но про авторитарные ли да или нет. Я думаю, скорее всего, они не захотят контроля уже от других авторитарных лидеров тоже. То, что не будет такого острого поворота от России, как в Украине мы это видели, это да. Потому что таких настроений сильных нет. Там опросы социологические, не самые свежие, но я помню, несколько лет назад. Там был, да, там часть белорусов, там были вопросы, там будете воевать, если война между Россией и Беларусь? Готовы с оружием защищать Беларусь? Я не помню процент, но он был. Были люди, которые готовы, многие были положительно, отнеслись вообще к сотрудничеству и до сих пор так смотрят на Россию. Ну я думаю, линия демократии, авторитаризма, она все-таки сейчас станет более явной. Из-за этого это может делать коррекцию все-таки на отношение людей к отношениям с Россией. Здесь интересно ведь... Армянский может быть что-то, может быть похожее на армянский сценарий. Не совсем такое, потому что нету Нагорного Карабаха, нету такого варианта, как шантажировать. Армению, Кремль может шантажировать, если хочет. Но в целом что-то такой тренд может быть. Вот интересно ведь еще наблюдать за тем, что, по крайней мере со стороны, если смотреть, что именно здесь как раз проецируется отношение к конкретному человеку, к Александру Лукашенко. Здесь фактический российский след, он в обществе, он не является каким-то ключевым таким триггером. То есть, есть некий лидер, авторитарный лидер, который просто за 26 лет, видимо, многим надоел. Да, ну это точно, ну как, может, не надоест. Ну там ведь сложно. Я вот когда был в Беларуси, посмотрел в фоне белорусские каналы. Ну сколько можно слушать там про уборку урожая и так далее. Я был в Туркмении, я там посмотрел телеканалы, кстати. Похоже? Ну я думаю, что там даже похоже. Там еще больше, конечно, Туркменистан это еще более яркое. Бурда Мухаммедова там показывали 24 часа в сутки. Ну да, я думаю, Беларусь все-таки не так, в этом плане не так талитарно, как Туркменистан. Но все-таки сколько можно, многие белорусы, особенно в Минске, ну это европейцы. Ну европейцы. Ну я думаю, им сложно слушать что-то такое, что я помню с своего детства, когда я в детстве смотрел центральное телевидение, там тоже вот такие же сюжеты. Первый общесоюзный, второй общесоюзный. И там показывали в тех новостях, что я тогда смотрел, не помню, что был за канал, но один из этих государственных. И там показывают области, там соревнования между областей и Лукашенко, говорит, там вот, нужно там, давай, не соревнования я слова, но все-таки давай, нужно успеть и так далее. Ну это чисто такое, если слово постсоветское и можно какой-то стране из тех республик, что были в Советском Союзе сказать, ну это точно Беларусь. Начиная с флагом. Вот что произошло с главным, казалось бы, активом Лукашенко, это с заводскими трудовыми коллективами. Почему они от него отвернулись? Потому что это, ну судя по его встрече, опять же, с рабочими, стало для него полной неожиданностью. Да, это хороший вопрос, и я так понимаю, что те, которые работают в заводах, не настолько были счастливы режимом, как, может быть, самому Лукашенко представлялось, и как, может быть, другим представлялось. Потому что у многих были как-то срочные контракты, и они были, они не могли быть в независимых профсоюзах, и были вынуждены вступать в государственные профсоюзы, которые, ну что это, если профсоюз должен быть независимым по идее, только тогда он может как бы бороться за благосостояние и права своих рабочих. Я так понимаю, что ситуация не настолько была прекрасной, но тут сложно в будущем, да, если Беларусь начинает демократизироваться, если не будет тогда таких субсидий по энергоресурсам, цены на там эти машины и трактора белорусские, они могут вырасти, потому что как составляющая там газа, ну это влияет на... И там не так все просто, да, и этот рынок, ну, Евразийского экономического союза, ну, в какой-то мере он работает, но... Ну, посмотрим, там цена ведь фактор для белорусских... Я не смотрел подетально, какие страны они еще дают, не только СНГ, но еще других стран, куда они посылают там трактора и так далее, но... Цена может вырасти, и тогда конкуренции, они теряют по конкуренции, там... Ну, в чем вопрос? Если Беларусь, если, мы не знаем, что будет, только Бог знает, если она демократизируется срочно, быстро, тогда они могут получить с помощью Международного валютного фонда и Европейской комиссии, может быть, отдельные страны... Ну, что, Лукашенко не может куда-то быстро уйти, из-за чего? Из-за того, что нету достаточно изменений в экономике, реформы отстали. Ну, там совсем другая, там плановая экономика, по сути. Уже говорят, что не 70%, но несколько лет назад еще было, что 70% всех рабочих мест связаны с этими государственными компаниями. Ну, сейчас эксперты говорят, что процент меняется в сторону, что у государства меньше там осталось, да, но все равно это составляющая слишком большая. Для инвесторов это всегда как тревожный момент, потому что они боятся... Деньги ищут там, где свободный рынок, там, где авторитарные лидеры, там боязнь инвестировать, потому что могут отнять рейдерство, какое-то может случиться и так далее. Но Беларуси придется, на ваш взгляд, пройти через приватизацию? Приватизация есть при свободном рынке для сравнительно небольших стран, без этого невозможно. Там какие-то огромные страны, может быть, могут со своим большим внутренним рынком поддерживать свою сильную экономику, может быть. Но в целом законы экономики работают, если есть открытость, в целом они получают... Некоторые отрасли теряют, это социальная проблема, может быть, какие-то части населения что-то теряют, но государство в целом выигрывает, если она более открытая. Но сейчас мы видим разные тенденции в мире, да, Соединенные Штаты чуть-чуть эту глобализацию останавливают. Потому что глобализация тоже дает каким-то группам не получать то, что другие группы получают, да. Это всегда тогда государство решает внутри. Если у вас хорошие... Если вы можете делать хорошие машины, тогда вам лучше быть открытым, потому что вы можете продать большим рынком. И те, которые могут производить сельскохозяйственную продукцию, а вы не можете, но вы хорошие машины можете произвести, тогда лучше вам обеим договариваться. И это идёт экономическая интеграция. Обе стороны убирают тарифы. В целом обе стороны выигрывают. И это просто из экономики, это сравнительное так, по-русски, пришло ЦИБС. Не помню по-русски, пришло ЦИБС. Ты получаешь не ханди-хаб, но... Ну ладно, не важно, сейчас не помню это русское слово. Это из теории экономики. Короче, интегрироваться открытым странам вместе выгодно. Если трое собираются, один может производить машины, третий одежду, второй одежду... То есть они создают такую цепочку. Да. И просто интеграция это не просто, потому что злая глобализация, кто-то большие корпорации, всё хотят что-то собрать. Да, и не без этого, конечно, корпорации захотят что-то своё взять. Но есть объективные составляющие, которые трем странам, которые сотрудничают между собой, они в целом все три вырастут быстрее экономически, чем если они сильно конкурируют между собой. Давайте примем звонок, у нас много радиослушателей, надевайте наушники. Так, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. Скажите, пожалуйста, вот Латвия давно интегрировалась, так сказать, в европейское пространство. Вы хотите, наверное, я так понял, такое же счастье, как и Латвия. То есть потеря где-то аж 700 жителей, так сказать, страны, да, и минимум 10-миллиардный долг, да, я так понял, да, и никакого производства для Белоруссии. Вот эта интеграция в ЕС, вот что, к чему она привела в Латвии. Да, спасибо вам. Да, спасибо за вопрос. Был у меня тренер спортивной академии, который такую шутку говорил, тренер по влогейболу, он говорил, кто виноват, советский строй виноват. Ну, это была шутка, что при каждой ситуации можно сказать. Но тут всё-таки я бы и сказал это. Что было с латвийским производством до 1991 года? 70% латвийского производства работало на военно-промышленный комплекс. 70%! Мы просто его не видели, о этом не говорили, но это факт. Что могло с этим случиться после 1991 года? Да, наверное, могли часть заводов удержать, что-то делать с ВФ и так далее. Наверное, не было настоящего политического желания с РАФом, может быть. Но не со всеми заводами, которые были конкурентно способны только при советском качестве. Да, качество было хорошее для Советского Союза, но не в конкуренции с Sony и так далее, с Panasonic и другими компаниями. Наверное, могли сделать лучше тогда, но начинали очень с низкого позиции. Это такая часть российской пропаганды, которая сейчас постоянно объясняет, что да, всё разрушили. Посмотрите, статистику производства сейчас, она растёт, она есть. Просто не всегда всё опять же видно. Нет этих гигантов, что было тогда, как радиотехника и ВФ. ВВФ, между прочим, было до советского периода, уже хорошая компания. Скорее всего, минус сделали и так далее. Скорее всего, ВФ, если не было бы советского периода, скорее всего, ВФ, да, делал бы мобильные телефоны, если был бы капитализм, а не социализм. И тут говорить, что сколько было зарплаты в долларах в 1991 году? Я не помню, 30 долларов, я сейчас не помню, сколько сейчас. Мы начали очень с низкого положения. Проблема в том, что, не скажем, проблема, а специфика такая, что мы сравниваем себя с самыми богатыми странами Европейского Союза и мира. Конечно, потому что мы хотим сразу так. Но они сразу так не сделали у себя. Они росли постепенно. А сейчас в Беларуси что, суперская жизнь? У них зарплаты, средняя зарплата в два раза меньше, чем здесь. Что там, что там, сейчас рай? Ну, нужно быть осторожным. Нужно смотреть на статистику и не на российскую пропаганду. То, что могут быть проблемы, да, с частью производства. Но да, я думаю, Беларусь может смотреть на ошибки. Тут приватизация, которые здесь были, приватизация не прошла гладко в Латвии. В Эстонии прошла лучше, потому что там распределилось, там в начале 90-х лет, на не несколько человек, так называемых олигархов, а на большое количество. Сортификат, мигдалия, да, это было плохо. Это повлияло на развитие Латвии. Но Латвия – часть 25% жителей мира, которые живут лучше, чем 75% остальных. Еще звонок у нас, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? О, добрый день, Алексей. Вы знаете, хочется, во-первых, возразить, у меня в руках нет. 70% промышленности Латвийской ССР не работало только на военный образ. То есть это подтвердалось, это разбиралось, и это отнюдь не российская пропаганда. Я сейчас не готов, эти цифры есть, да. Во-вторых, что там у вашего собеседника выросло в промышленности? Честно говоря, по делам судят, да. Что-то я не вижу здесь, ни судостроения, ни других гражданских отраслей. Восток, наоборот, все действительно уничтожено, и это тоже не пропаганда. Но об этом можно долго говорить. Да, вопрос задавайте. А что касается вопроса собеседнику, он действительно считает, что если Белоруссия выйдет из-под влияния России, хотя бы такого кривого и косого, да, исключительно диктуемого военно-стратегическими, в общем-то, чисто бизнес-интересами, там люди заживут лучше. Я не понимаю, он действительно хочет как-то нам объяснить, что вот те, кто ходят сейчас, там прыгают, скачут на площадях с этим нацистским практически флагом бело-красным, они будут жить лучше. Как он считает, какая у них четкая программа, что? Да, спасибо. Я тут не представляю оппозиции у Белоруссии. Пусть они объясняют, какой у них план. То, что страны, в которых государственная власть контролирует меньше процентуально стратегических ресурсов государства, те страны живут люди лучше, да, это факт. Вот и всё. Я даже не экономист, если там по цифрам, да, пусть тогда повышает экономиста, пусть они объясняют. Но в целом тенденция очень однозначная страны, которые в целом, может быть, там есть какие-то исключения, в целом страны, которые контролируют меньше всего и позволяют свободному рынку, не стопроцентно свободному, но в целом свободному. Потому что 100% свободный рынок, да, он делает монополию, и эти волны, ресешн и поднятие, они очень глубокие. Понимаешь, есть теория кондиционизма, когда нужно что-то чуть-чуть делать государству, чтобы эти волны не были такими яркими. Балансировать, да. Да, там есть фискальные инструменты, которыми это делают, но и против монополии нужно работать, что иначе свободный рынок, да, он автоматически делает монополию, и в конце, если вначале хорошо, в конце простому человеку уже хуже, потому что монополия поднимает цены и так далее. Но это все знают, но вмешательство правительства не должно быть большим. Пусть белорусы решают, они хотят жить в режиме, который строится на лжи или частично на лжи, на пропаганде, где нельзя говорить полностью свободно, что ты хочешь, там масс-медиа и так далее. И свобода чего-то стоит. Пусть они решают. Я вижу, что, по крайней мере, на эти процессы, которые сейчас идут, они решили, что им это, они не хотят это. Тут это не ко мне тогда по адресу, да, если бы РУС решает так, хорошо, я поддерживаю. Я многие года, как политолог, не поддерживал агрессивную риторику в сторону Беларуси. Почему? Потому что я видел, что это не работает. Если белорусы сами решили так, если они готовы продать часть своей свободы Кремлю и поэтому получают субсидии, но это их не решение. Пока они так решают, вот и латвийская политика была прагматичная в этом смысле. Сейчас видно, что белорусы сами не согласны с этим. Ну хорошо, у меня есть друзья в Беларуси, которые мыслят демократически. Я солидарен с ними. Пусть они сами решают. Мы ведь не будем там, не менять режимы у них, мы не будем. Но мы будем сотрудничать. Мы сейчас сотрудничаем, я думаю, в Латвии. И так будем. Но в Латвии все-таки иногда приходится слышать о том, что нам не хватает жесткой, сильной руки. Вспоминают Карлиса Ульманиса, как некий такой пример. У нас есть в обществе потребность в неком авторитарном лидере? Есть, участие, общество есть всегда. Насколько сильны эти настроения у нас сейчас? Ну так-то надо смотреть тогда, спросить у Арниса Кактнича, СКДС и других, которые занимаются общественным мнением и насколько это сильно процентуально. Так что цифры я не скажу, но в целом она есть. Я думаю, скорее всего, это часть такая, которая, ну да, которая и от глобализации в целом не получила так, как, может быть, другая часть общества. Нет вообще черно-белой ситуации. При каждом режиме будут какие-то положительные, негативные факторы. Я вижу, что при демократии положительных факторов больше, но есть негативные. Это да. Демократия работает там, где есть самодисциплина. Если люди есть, как говорил Эмманул Канн, да, моральный кодекс внутри, тогда, если его нет, если люди там, скажем так, просто очень сильно не владают собой, тогда рука, хочется руки, и если даже не для себя, но для других, потому что если хаос и бардак, хочется больше авторитаризма. Но 40 лет ведь не зря по пустыне водил Моисий. Но 40 лет по пустыне не зря водил эти евреев для того, чтобы избавиться от гена раба и, в общем-то, избавиться от желания пить под кем. Ну, вера должна была вырасти, да. Рабство было в Египте, это точно. Они уходили от... Но авторитарный режим ведь на этом и построен. Фактически, это же рабская психология. Рабская, да, рабская. Когда человек не берет на себя ответственности достаточной. И тогда хочет, чтобы кто-то другой. Я думаю, частично в Латвии инерция еще с советского периода, потому что при всех проблемах все-таки человек мог бы быть более расслабленным, потому что там зарплата была одна. Все равно ты много делаешь или мало. Да. И в этом смысле еще была советская идея инициатива наказуема. Это повлияло. Те, которые были с мышлением бизнесменов в советский период, это спекулянты. Там психовики и так далее. Это все плохо. Но вообще-то это были талантливые люди, которые в нынешнем режиме, они были бы хорошими бизнесменами. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Будем смотреть, как будут развиваться события в Республике Беларусь. У нас в гостях был политолог Анди Скудер. Спасибо, что нашли время и пришли в эфир программы «Разворот». Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова